Ну что же, утро на Лайф 78 продолжается. На студии журналист, публицист, телеведущий, главный эрудит нашей страны. Анатолий Васарман, доброе утро, Анатолий Александрович. Ну вот вы сказали, что утро добрым не бывает. Почему же так? Ну, как вам сказать? Во-первых, я сова и очень глубокая. Во-вторых, ночь со среды на четверг я обычно вообще не сплю. Я готовлю материалы для записи одной из собственных программ. И, соответственно, следующей ночи мне не хватает, чтобы прийти в человекообразное состояние. Ну вот сегодня пятница, у вас сегодня творческий вечер. А сейчас у нас получается с вами, как ни крути, творческое утро. Поэтому о самом разном хотелось бы с вами поговорить. Вот на самом-то деле у меня, ну вот я думала, с утра сегодня придет ли Анатолий Александрович в жилетке к нам в эфир, или может быть в каком-то другом варианте, но все-таки вы в своем классическом образе к нам прибыли. Да, режиссеры попросили, чтобы я остался прямо в том виде, в каком меня привезли. В принципе, этот жилет, ну, я уже 30 лет хожу в разных вариантах разгрузки, поскольку частые поездки приучили всегда держать при себе то, что может понадобиться неожиданно и очень срочно. Ну а что, вот этот набор самого необходимого в любой дороге, то, что вы каждый день носите с собой, есть какие-то предметы? Ну, скажем, вот в этом кармане лежит швейный набор, то есть там иголки и тонкая леска, которую я обычно использую для шитья. Она по прочности не уступает ниткам, зато ни на каком фоне не заметна, поэтому можно вместо десятка катушек с нитками разных цветов таскать одну катушку с леской. А вот настоящий мужчина, знает толк в шитье. Анатолий Александрович, ну вот мы знаем, что спорт вам не чужд, и, оказывается, вы выбрали для себя такой удивительно светлый вид спорта, в который дети любят играть, бадминтон. Увы, увы, я уже очень давно в бадминтон не играю. Но ведь было дело, увлекались? Было, очень увлекался, но, к сожалению, вышло так, что работа не оставляла времени на это. Ну, а теперь, когда я примерно килограмм на 40 старше, чем привык, мне уже просто трудно заниматься какими-то подвижными видами спорта. А вот интересно, когда вот у вас есть хобби, например, раньше играли в бадминтон, вы там какие-то особые книги по этому читали, чтобы быть подкованным. Так, я знаю, в теории, как должно быть. Нет, вы знаете, в мое время, когда я начинал заниматься бадминтоном, у нас было издано, по-моему, всего две книги по этому спорту, но их хватало. В том смысле, что я потом, перечитывая новые книги на ту же тему, убедился, что в них не сказано фактически ничего, но вопрос-то разжеванно подробнее. А шоколад до сих пор едите? Раньше говорили, что чуть ли не каждый день определенную норму. Нет, 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 не каждый день, конечно. Шоколад я ем во время игр. Ну, у меня серьезные проблемы со скоростью реакции. Приходится подстегивать себя кофеином и его производными, а держать на столе плитку шоколада значительно удобнее, чем чашку кофе. Вот, кстати, об интеллектуальных играх. Вы сказали по поводу реакции, но, тем не менее, у вас же есть целая методика, как к ним готовиться. Я говорю сейчас о книге-тренинге вашей. Может быть, поделитесь какими-то самыми главными секретами? Нет, нет, ну, во-первых, реально, конечно, в работе над этой книгой участвовали совершенно другие люди. Другое дело, что многие задачи проверяли на мне, но моя задача была только написать предисловие. К сожалению, отдел маркетинга любого издательства считает, что обложка книги принадлежит ему, а не авторам. Поэтому они сочинили... Извините. Поэтому они сочинили такую обложку, что действительно у многих создалось впечатление, будто я сам все это написал. Но мне кажется, что поскольку на вас все это было проверено, то непосредственно участие все равно, как ни кричите, в этом вы принимали. Ну, а что касается тренинга, в интеллектуальных играх основной вид тренировок – это понимание партнеров по команде. В хорошей команде собраны люди с разным стилем мышления. И научиться понимать друг друга и подхватывать чужую мысль – это действительно достаточно сложно. А вам ближе командная игра или индивидуальная? Больше нравятся командные игры. Хотя в индивидуальных тоже неплохо получается, но лучше, когда есть с кем подумать вместе. Кстати, приехал я сюда, собственно, как раз в основном на командные игры. То есть в эти выходные состоится традиционный турнир по интеллектуальным играм «Весна в Лыти». Так вот, там будет несколько вариантов соревнований. Не только спортивное «что, где, когда». Но это когда все команды отвечают на одни и те же вопросы. И у кого больше правильных ответов, те сильнее. Будет еще несколько разных соревнований, но почти все именно командные. А вот знаете, есть огромное количество фактов о Чайке Норрисе, а есть наш ответ – факты об Анатолии Бассермане. Один из них, например, что вам не нужен интернет, у вас же есть память. Согласны ли вы с этим? Действительно вы не пользуетесь интернетом или активно пользуетесь? Да, интернетом я, конечно, пользуюсь очень активно. Но впечатление всезнания создается от того, что… Вот, кстати, как раз у вас интернет всегда с собой, судя по всему. Да, это планшет. Там не только телефон, но и неплохой выход в интернет. Так вот, в интеллектуальных играх, в отличие от викторин, где проверяют действительно память, в интеллектуальных играх вопросы стараются строить так, чтобы на ответ можно было выйти рассуждениями, отталкивающимися от общеизвестных фактов. Ну, а поскольку зачастую успеваешь провести все эти рассуждения прямо по ходу чтения вопросов, то действительно со стороны создается впечатление, что игрок уже знал ответа, на самом деле не знал, а, как у нас принято говорить, вычислил. А вот не могу не спросить, у вас есть настольная книга, которую постоянно возвращаетесь, или там перечитываете, вот она рядом на столике лежит. Нет, то есть, действительно, у меня много книг, которые я перечитываю, но в основном стараюсь все-таки читать новое, поскольку всегда есть свежий материал для мыслей. Ну что ж, свежий материал для мыслей появился, я думаю, прямо сейчас у наших телезрителей, потому что только что с главным орудитом нашей страны, Анатолием Вассерманом, мы побеседовали. Хорошего вам дня, спасибо огромное, и желаю, чтобы утро все-таки у вас всегда было добрым. Друзья, спасибо, что вы были с нами этим утром, всего доброго и до встречи. Увидимся завтра в 7 часов ровно.